Я так думаю, что общая концепция должна идти к тому, чтобы племянницу и арендатора исключить из решения этого вопроса. Здравствуйте! Потому что они... Так сказать, предложения, но эти предложения, они не будут основ... Так сказать, положительные для сторон. Потому что все-таки я почему-то задавал вопросы по внуку. Есть внук, есть сын. Пусть он не родной, но он все-таки раз имеет на эту долю, то тут уже никуда не денешься. Значит, если решаются обычные судебные вопросы, там все равно суд решит, а остальную площадь, типа, так сказать, определить комнату и никуда не денешься. А общую площадь там порядок, определят порядок использования этой общей площади. То есть, туалетами, ванной и так далее. То есть, суд никуда не денешься. Вопрос за то, если отец не хочет принципиально, так суд его обязан. Для того, чтобы не идти в суд, можно решать, так сказать, в порядке медиации. Но, знаете, тут... Вадим Михайлович, подождите, пожалуйста. Варианты какие могут быть? Варианты обычные. Он предлагает купить эту долю. Никто не купит этого плоскуту. В конце концов... Вадим Михайлович, вы этот вопрос нам не задавали. Подождите, Вадим Михайлович. Это же не монолог. Знаете, есть один момент. Можно я как бы это... Вот смотрите, вы говорите, арендатора и племянницы исключить. Я как племянница что могу сказать? Я, значит, помогаю вот этому пожилому человеку. Я его вожу в больнице. Я веду его дела там. Еще что-то там. Смотрю за этой квартирой, чтобы с ней ничего не случилось. И вы считаете, что вот в этом случае меня надо исключить? То есть я-то с этим в корне не согласна. А поскольку у меня есть доверенность на ведение каких-то дел, то, соответственно, я имею какое-то еще и юридическое право. Скорее всего, в этом не находится корень решения. Конечно. Давайте вы нас послушаете, Вадим Михайлович. Вот я предлагаю. Надо изобретать конструктивные варианты. Мы очень много сейчас потратили времени на вот эти процессуальные моменты. Как начать медиацию, прикокус, по форме все правильно. Только нет движения вперед. Мы застряли. Такое чувство у меня возникает. Может быть, и у других участников. Геннадий Иванович, вы можете подсказать какую-то прорывную идею, если выступите здесь в качестве со-медиатора? Оставили арендатора в покое. Позиция арендатора понятна. Он говорит... Он может в любой момент съехать, а только деньги вернуть. Вот вы, если со-медиатор, поменялась девушка. Вот смотрите, вы приводили пример того, что люди попали в гостиничный номер, из которого выхода нет. Я немножко другие варианты тут говорю, да. Я говорю, понимаете, в любом случае, для того, чтобы достичь какого-то компромисса, каждая из сторон при любом раскладе что-то потеряет. Не может быть такого, чтобы одна сторона получила желаемое, другая сторона не получила желаемое. Поэтому должен быть какая-то дельта оговорена уступок. И я вот, например, заранее оговариваю. Вот понимаешь, вот ты потеря... Вот я привожу пример Демидова, да, во времена, значит, ему...